Девчонки и мальчишки, всем огромный привет! С вами Илона, очень рада вас видеть на своём канале. Сегодня хочу снять для вас книжное видео, которое многие подписчики, мои зрители дорогие, очень ждали. Я зашла посмотреть, когда же было последнее книжное видео, чтобы вообще понять, о каких книжках в последний раз шла речь, и поняла, что это было очень и очень давно, и мне очень стыдно, нужно исправляться, потому что книжки я читаю, несмотря на то, что я видео про них не снимаю в последнее время, по разным причинам, в основном по причине занятости, но книжки я продолжаю читать, поэтому, в принципе, мне всегда есть о чём рассказать в книжном видео, поэтому давайте сегодня я поговорю о книгах, которые за последнее время, наверное, понравились мне больше всего. А так, если вы хотите посмотреть, что я читаю на данный момент, вообще, что есть в моих прочитанных книгах, в любимых книгах, какие-то цитаты из книг посмотреть, то ссылочка под видео всегда есть на мою страничку на сайте LiveLib. Вот, давайте, первая книга будет у нас, последняя из мною прочитанных, это книга, которую я уже показывала, говорила, что я её читаю, это книга Карлоса Руйса Сафона, которая называется «Тень ветра». Я слышала в этом авторе и слышала о книге, ну, в смысле, на слуху было название, но как-то не было интереса её прочитать, вот если честно. Но я участвую также в новогоднем флешмобе на сайте LiveLib, про него уже рассказывала, и там мне порекомендовали именно эту книгу. Её не нашла я в электронном варианте, заказала на флипе, кстати, стоила она совсем недорого, и довольно, ну, прилично она так выглядит, ну, можно почитать, можно взять с собой формат удобный, она мне очень и очень понравилась. Я, честно говоря, давно, давно с таким интересом книгу не читала, и вот прям, вот, знаете, не могла оторваться. Хотя, также хочу заметить, что почему-то печатные книги я читаю медленнее, нежели электронные. Наверное, потому что печатные книги, мне не всегда их удобно, ну, скажем так, читать за столом. Я очень часто читаю, когда ем, знаю, что это неправильно, но я так делаю. Не всегда удобно как-то вот, ну, короче, электронная книга как-то удобнее у меня лежит в руке, и я её читаю, короче, чаще, чем печатная. Вот это я, кстати, за собой замечала. «Тень ветра» — это своего рода готический роман. Я вообще не любитель такой вот подобной литературы, но вот эта книга мне понравилась, потому что здесь, знаете, в книге собралось всё. И мистика, и роман, и драма. Драма такая, знаете, прям такая серьёзная, ну, как мне кажется, зацепила меня, скажем так, эта история. Тут и любовь, ну, и главное, вообще главное, что это роман о книгах, история о книгах. Нам рассказывается, значит, о семье отца и мальчики, мама нет, мама умерла, и отец владеет книжным магазином. И вот он, мальчика, когда мама умирает, чтобы немножко его отвлечь, приводит в такое место, которое называется «Кладбище забытых книг». Это такой огромный дом-лабиринт, в котором очень-очень много книг. И по легенде, когда человек первый раз туда приходит, он на глазок выбирает какую-то книгу, от которой чувствует какое-то влечение, и становится хранителем этой книги. Вот. И, значит, этот мальчик вытаскивает книгу, которая называется «Тень ветра». неизвестного ему автора, Хуляна Каракса, по-моему. И когда он её прочитывает, он остаётся под большим впечатлением от этой книги. И тут начинается вот эта вся история, он пытается узнать, что это за автор. Его очень интересует его личность. И вот отсюда начинается весь этот детектив с элементами драмы, мистики и так далее. Книжка довольно длинная книжка, так изобилует персонажами, но персонажи все такие, знаете, нескучные. Очень интересно, что сам главный герой интересный, что сопутствующие персонажи очень-очень мне понравилось. Я рекомендую прочитать эту книгу. И вообще, очень хочется теперь познакомиться с остальными книгами данного автора. У него прямо в этой серии, по-моему, несколько книг, именно про кладбище забытых книг. Ещё, по-моему, две книги в серии. Ещё много есть, наверное, интересных. Кроме этой серии, наверное, есть много интересных. Так что буду знакомиться дальше с автором. Пока мне понравилось очень-очень. Я даже выписала такую цитату, которая, в принципе, хорошо отражает то, почему одни и те же книги кого-то прям сильно цепляют, а кого-то оставляют совсем равнодушными или вызывают же противоположные какие-то эмоции. Книги, они как зеркала. У них лишь то, что у тебя в душе. Поэтому мне вот эта цитата очень запала в душу. И каждый из нас, наверное, всё равно ту или иную историю, ту или иную книгу воспринимает через собственную призму. Поэтому всё верно. Всё верно сказано автором. Так что очень-очень понравилось и рекомендую. Так, следующая книга, которая называется «Диана. Одинокая принцесса Дмитрия Медведева». Знаете, вообще тема королевской семьи не всегда меня интересовала. Сейчас какой-то более повышенный интерес встал в связи с женитьбой принца Гарри, а до этого и с женитьбой принца Уильяма. Как-то вот интерес к королевской семье потихонечку так подогревается. Но все мы помним принцессу Диану и вот эту трагичную историю её смерти. И вообще её жизнь такая была не совсем счастливая. Ну, она, наверное, всех интересовала как личность в своё время. И мне хотелось узнать о ней побольше. Я в своё время как-то вот мне не попадались в руки хорошие биографии, я, значит, порылась на сайте Лайвли, поискала отзывы о разных биографиях принцессы Дианы. И вот многие хвалили именно биографию Дмитрия Медведева. Он написал не одну биографию известных людей. Именно в этой книге нам рассказывается о принцессе Диане, начиная с самого её рождения, то есть начиная от того, в какой семье она выросла, кем были её родители, кем были её братья, сёстры, и заканчивая тем, как она погибла. То есть полностью описывается последний день её жизни, автокатастрофы и то, что было после. Мне понравилась книга. Она очень подробная, она очень такая писательная. Да, конечно, все биографии как бы нельзя так воспринимать. Ну, я думаю, даже вот эти вот биографии, которые написаны другими людьми, нельзя воспринимать прям так очень глубоко, в том плане, что всё равно автор выражает своё личное отношение к человеку, когда пишет биографию. Мало у кого получается написать биографию так, чтобы, ну, это было беспристрастно. И, наверное, если это будет беспристрастно, это всё-таки будет не так интересно. Поэтому Дмитрий Медведев нам показал Диану, которая не совсем та, которую мы привыкли видеть по телевизору, да, и как нам о ней рассказывают. Вот такая прекрасная, красивая, очень печальная женщина. Диана, на самом деле, была не совсем такой, как мы её привыкли знать. То есть Диана была довольно сильная женщина, со своими, скажем так, тараканами в голове, страдала психическими проблемами, страдала булимией. Всё, конечно, ведёт в детство, корни всегда из детства. Нельзя винить только её несчастный брак в том, что она вот была такой, как была. Но это, конечно же, шло в основном из детства, потому что родители развелись у Дианы. И, к сожалению, между мамой и папой были такие отношения, что маму буквально выгнали из дома и не давали общаться с детьми. На Диану это очень сильно повлияло. И она всю жизнь чувствовала себя вот обделённой материнским вниманием и брошенной. матерью, поэтому, в общем-то, мне было очень интересно прочитать эту книгу. Ближе я познакомилась с жизнью принцессы Дианы. И вот, знаете, вот этот последний день, где описывается сама автокатастрофа, что ей предшествовало и так далее, он очень, конечно, так, знаете, тяжело читать. Вот, честно говоря, мне даже тяжело читать. Не то, что вот я потом ещё посмотрела два документальных фильма. Мне хотелось как-то дополнить, вот, знаете, вот эту историю картинками. И я посмотрела ещё два документальных фильма, один из которых был «Принцесса Диана. Интервью от первого лица». Именно где Диана рассказывала, сначала давала такое интервью своему учителю по речи, то есть они беседовали, и вот, как бы, цитаты из этого интервью показаны были в видео. И то интервью, которое всемирно известное, которое она дала, не помню, как звали журналиста, но когда своим интервью она так подставила всю королевскую семью под удар, потому что очень откровенно там рассказывала о некоторых вещах. Вот, и вот читать про последний день Дианы, про автокатастрофу и что было после, очень было тяжело, очень эмоционально, лично для меня, потому что как-то вот я это всё так через себя, знаете, пропустила. И там вот описывалось, когда это уже всё произошло, и когда, собственно говоря, описывается приезд принца Чарльза за Дианой, за самой, и вместе с ним, до него ещё прилетел, по-моему, личный её помощник, он прилетел первый, потом только прилетел принц Чарльз, и вот это вот описывается, как они её увидели, и потом описываются похороны, и вот, короче, это так всё, честно, эмоционально тяжело. Мне как-то я вот эту историю всю как-то через себя почему-то пропустила, не знаю. Вот, ну, я очень советую, если вы интересуетесь именно личностью принцессы Дианы, и вам интересно как-то немножко больше познакомиться с фактами из её жизни, о том, каким она была человеком, чтобы не судить о ней так однобоко, ну, я не скажу, что я стала по-другому как-то относиться к ней, как к человеку, но я немножко больше о ней узнала и поняла, почему вот в каких-то ситуациях она вела так себя, а не иначе. Ну, прекрасная, конечно, была женщина, и олицетворение, конечно, вот этой вот девичьей мечты о короне, да, о том, чтобы стать принцессой и выйти замуж за принца. Это, конечно, такая сказка, которая, ну, такая, не совсем сказочная. Так что очень книга мне понравилась, рекомендую. Следующая книга, о которой уже много-много раз я говорила, но я обещала также её добавить в книжное видео для тех, кто не смотрит влоги, это книга «Шарлотты Чо. Корейские секреты красоты». Да, все книги, я название оставлю, чтобы вы могли их найти. Вот, значит, книга, ну, коротенько, книга замечательная, книга, мотивирующая на то, чтобы заниматься собой, заниматься своим уходом за лицом и за телом, в частности. Ну, там и об образе жизни, конечно, рассказывается. Также книга будет интересна тем, кто вообще интересуется корейской культурой, корейским образом жизни, я не знаю, как-то можно так это назвать. И вся информация, которая даётся в книге, она очень ненавязчиво преподносится. При этом там даётся, ну, так как книга рассказывает об уходе за кожей, о том, какие средства для этого применять, как вот эти ступени все осуществлять, уходы за кожей, информация преподносится очень легко, но в то же время грамотно. То есть всё описывается, что для чего работает и как. Вот, так что книгу эту я очень люблю. Честно, я бы даже её приобрела в печатном варианте, чтобы она у меня была, как, знаете, своего рода настольная книга. Периодически хочется обновить какую-то информацию, заглянуть, прочитать. С электронной книгой это не так удобно, поэтому, если есть возможность, купите печатный вариант, чтобы она у вас была так, для постоянного использования. Ну, можно, наверное, сначала прочитать в электронном варианте и понять вообще, надо вам это или нет, близка или нет эта система вам. Но мне она оказалась очень близка, понравилась, так что очень рекомендую. Также хочу рассказать вам об авторе, которую зовут Эми Харман. Мне у неё понравилось, несколько всего этого автора понравилась серия, такая вот, не фантастическая даже, а сказочная, назовём её так. Две книги из этой серии я прочитала, которые называются «Птица и меч» и «Королева и лекарь». Вот «Птица и меч» — это прям, знаете, прям бальзам на мою душу. Это такая вот реально сказочная история, то есть абсолютно вот и до, но такая красивая и такая вот какая-то, вот знаете, сказка для взрослых, что называется. Конечно, не детская, но вот в ней есть всё, чтобы вот погрузиться в эту атмосферу. И, конечно, про любовь она, но при этом такая вот, прям, не знаю, мне кажется, по ней даже фильм можно было бы какой-то снять, и это было бы интересно. Но, в принципе, «Королева и лекарь» тоже история такая, тоже из того же разряда, тоже сказочная, немножко меньше она меня зацепила, тоже вполне понравилась, так что вот для любителей чего-то такого сказочного и про любовь, я думаю, вам понравятся эти две книги. И также у Эми Харман есть хорошая книга в стиле «Янг Адалт». Я не знаю, любите вы такое читать или не любите, но я люблю. В принципе, мне нравится, я люблю серию «Янг Адалт». И у Эми Харман есть книга, которая называется «Меняя лица». Она про подростков, ну да, наверное, про подростков, про красоту, про то, что, ну, как банально, что, конечно, внешняя красота – это всего лишь обёртка, это всего лишь фантик, и что иногда какое-то только увечье, да, у человека красивого позволяет ему, наконец, понять, что надо смотреть вглубь, а не на обёртку, да. Там такая история, что мальчик очень красивый такой, популярный спортсмен, в общем, решает пойти в армию, и там, я вот уже не помню, что именно происходит, но, короче, он получает какую-то травму, у него обожжено всё лицо, короче, вся красота ушла, и он чувствует себя очень потерянным, хотя он, там, как бы он не совсем отрицательный герой, но вот, как бы, вот рассказывается в основном про то, как это меняет его жизнь, про девочку, конечно, которая, которой он очень нравится, там, и так далее. Но история такая не плоская, вот, не такой вот роман, который, вот, как бы это сказать, не красавица и чудовище, знаете, что называется на современный манер, нет. Это всё-таки что-то более глубокое, мне понравилось, вот, прям вот понравилось, так что рекомендую. Дальше книги, которые тоже уже озвучивала в предыдущих видео, это книги психолога Анны Быковой. Я у неё прочитала две книги, и их поэтому рекомендую вам. Первая книга «Как стать лени... самостоятельный ребёнок» или «Как стать ленивой мамой». И вторая книга «Секреты спокойствия ленивой мамы». Я не скажу, что я очень сильно люблю книги по психологии, но по детской психологии я стараюсь что-то периодически читать. Ну, вы знаете, я читаю их по принципу, пусть даже я там не всё буду применять, там, в силу разных причин, но что-то в моей голове останется, и где-то оно мне поможет, ну, я не знаю, лучше, может быть, воспитывать своих детей или лучше их понимать, вот, поэтому я всё-таки читаю иногда такие книги. И вот книги Анны Быковой я считаю одни из, наверное, самых лучших, что я читала вообще на эту тему. Там ничего такого глубокого особо не даётся, но автор рассказывает просто, как проще для мамы будет научить ребёнка самостоятельности, да, и как дать ему вырасти всё-таки более или менее, ну, я не знаю, свободным, что ли, ребёнком, то есть независящим от… ну, как, не независящим, а не таким ребёнком, который будет жить внутри каких-то строгих рамок. Вот я считаю, что нас, например, воспитывали вот всё-таки вот в каких-то жёстких рамках. То есть для меня нельзя, вот, это какой-то табу, да, то есть если есть, ну, понятно, есть какие-то вещи, которые нельзя и нельзя, всё как бы точка, но есть что-то такое, где нельзя, это, ну, не совсем, не совсем то, что подходит в данной ситуации. То есть вот я привыкла, например, мыслить вот чётко вот какими-то рамками, то есть вот это можно, вот это нельзя, вот это надо, вот это не надо. А что-то вот более такое вот фантазийное в моей, например, голове не присущее. И я иногда от этого страдаю. То есть такое модное слово «креативность» мне не особо знакомо. Вот, я считаю, что, ну, конечно же, дети должны знать правила. Конечно же, у них есть, должен быть свой набор каких-то нельзя, но не так, как вот мы ими разбрасываемся родители направо и налево. Ну, чаще всего, да, вот это не делай, вот это нельзя, вот это не трогай. Там всё-таки автор рассказывает, как всё-таки можно выйти из ситуации, чтобы научить ребёнка самостоятельности, но и при этом не тыкать его постоянно в его ошибки. Вот, так что очень рекомендую. Честно говоря, сама приобрела ещё печатный вариант, чтобы тоже перечитывать время от времени, потому что это полезное чтение, на мой взгляд. Потом книга автора Кристин Ханны, которая называется «С жизнью наедине». Вообще Кристин Ханна очень интересная для меня автор в том плане, что у неё настолько разные книги, в том плане, что есть романы, ранние её романы, которые прям вот, прям вот романы, знаете, ну, прям вот я такое чтиво не люблю. Прям женское-женское, вот прям, не знаю, для меня это ничего интересного. Я прочитала как-то пару книг, вообще не понравилось, ну, рекомендовали мне этого автора, но мне не понравилось. Но её книги более поздние. «Домашний фронт» мне очень её нравится. Потом вот «Соловей» тоже, в принципе, неплохая книга, просто тема такая очень сложная про войну. Я тоже на неё делала обзор. И вот книга «С жизнью наедине». По-моему, это одна из последних её книг. В книге нам рассказывается о семье. Мама, папа, дочка уже подросток. Папа, значит, вернулся с Вьетнамской войны и вернулся, естественно, совсем не тем человеком, которым был, был заботливым, любящим отцом и мужем, а вернулся неврастейником, да, который, как сказать, не владеет собой, который не может удержаться ни на одной работе и так далее. И вот ему, как бы, в наследство остаётся кусочек земли на Аляске. И они туда переезжают всей семьёй, как бы, начать новую жизнь. И здесь начинается самое интересное, как они пытаются выжить в этих суровых условиях. Мне было очень интересно эту книгу читать. Не только о самой... Ну, не только потому, что сама история интересная, но очень интересно описывается вообще эта местность, природа Аляски. Я про Аляску знаю, например, очень-очень мало, но Аляска для меня это, вы знаете, что-то ассоциация, вот, знаете, очень похоже на наш климат северный. Конечно, условия пожёстче всё-таки, но, тем не менее, напоминают вот эти наши суровые морозы, да. И, в общем, как эта семья пытается выжить? Во-первых, в новых для них условиях. Во-вторых, там очень ограниченный круг людей проживает. И, в-третьих, отец, который вроде как бы всё неплохо, но когда на Аляске наступает зима и практически нет солнечного света и практически некуда выходить, люди сидят целыми днями дома, у отца, в общем-то, начинает рвать крышу на этой почве. И это, конечно... Он начинает поколачивать, что мать, что пытался бить дочь. Короче, такая драматичная книга. И, честно говоря, когда её читаешь, вот как-то прям у меня вот не всегда так бывает, но с хорошими книгами очень часто, что я очень остро начинаю переживать происходящее. То есть для меня, например, это вообще такой нонсенс, чтобы мужчина бил свою жену. Не сказать, чтобы я с этим вообще не знакома, но для меня это тоже так остро всегда ощущается, как-то лично я это воспринимаю. И самое интересное, что в книге вот это описывается так, но оно так и есть на самом деле, что несмотря на то, что вот отец этой девочки избивает мать, да, и у него там... Он её очень сильно ревнует, потому что мама такая шикарная женщина, несмотря на то, что она всю себя посвятила семье, но тем не менее она не перестает быть красавицей, на неё обращают внимание мужчины. И папа очень ревнует, папа психует, папа пьёт, папа бьёт. И мать, несмотря на всё на это, она продолжает его любить как-то вот так, знаете, самозабвенно. То есть это какой-то на грани мазохизма что-то, на мой взгляд. И что девочка, она не понимает. То есть она уже сама была готова, чтобы мама ушла от папы, ну, потому что он её буквальным образом убивает каждый раз. И она... Ей жалко, естественно, мать. Хоть она и понимает, что отец это делает, ну, как сказать, не владея собой. Но, в общем, для девочки это, конечно, такой очень нехороший пример, когда вот такие вот отношения между родителями. Я в который раз, знаете, подумала, что, наверное, любовь между мужем и женой вот такая вот, прям вот такая со страстью, там, с избиениями и со всем этим, это для детей, ну, не знаю, ну, не знаю, что хуже, чем когда родители вообще... Или когда вот любовь такая. Это, конечно, ранит девочку очень сильно. И нам рассказывается вот о ей жизни, вот от периода подросткового и уже до самого возрастления, как она становится сама, женщиной, матерью. Эта книга, я считаю, о сильных женщинах в первую очередь. Вот эта девочка, она, конечно, у неё вообще не было шансов, наверное, в жизни, кроме того, как быть сильной, не сломаться, потому что она, наверное, даже характером посильнее своей мамы оказывается. Хотя... Ну, в общем, я очень рекомендую эту книгу. Почитайте, потом, я не знаю, кто читал, расскажите мне, какие у вас отзывы она. Вот я её читала давно, и сегодня освежила так немножко в памяти, прочитала аннотацию, и она у меня оставила сильные впечатления. Да, концовка у неё, конечно, не совсем жизненная, на мой взгляд, но тут автор как-то немножко уже намудрила, но хэппи-энд есть. Просто такой небольшой спойлер, хэппи-энд всё равно будет в конце. Вот, так что книга замечательная. И последняя, последняя книжка, такая более лёгкая, но тоже очень я вам её рекомендую прочитать, просто для хорошего настроения. Книга называется «Мой любимый враг» Салли Торн, автор. У неё такая легкомысленная обложка, и, честно говоря, я думала, боже мой, ну, опять какой-то вот очередной американский романчик какой-то вот такой. Ну, у неё было столько восторженных отзывов, думаю, ну, что-то в ней, наверное, такое есть, надо попробовать прочитать. И вы знаете, я осталась в таком восторге от этой книги, вот просто вот. Это реально роман о любви, конечно же, об отношениях, но она настолько так легко, приятно, юмористично написана, что её одно удовольствие читать. И, к сожалению, по-моему, у этого автора нет на русском языке других книг, но я очень жду, что она что-то напишет и это переведут, потому что у неё очень хорошо получается рассказывать такие вот истории о людях, девушке Люси и парне Джорше, которые работают в издательском доме. И в этом издательском доме два владельца. И получается девушка секретарь одного владельца женщины и парень секретарь другого владельца мужчины. И, в общем, они на работе очень сильно конфликтуют между собой и постоянно друг друга подкалывают и, можно сказать, даже ненавидят. Такой вот, знаете, вплоть до того, что выживают друг друга с рабочего места. Но потом в итоге оказывается, что не столько-то они друг друга ненавидят, как говорится, от любви до ненависти один шаг. И нам рассказывается вот такая вот история, которая, наоборот, от ненависти до любви. Мне понравилась, я с удовольствием почитала и с таким приятным чувством вспоминаю эту книгу. Так что её тоже очень рекомендую. Ну вот, на этом книжное видео подошло к концу. Не знаю, насколько я уж там наговорила. Но все книги, о которых я вам сегодня рассказала, я очень рекомендую прочитать. Список обязательно оставлю под видео. И напишите мне, что считаете вы сейчас. Или же напишите, поделитесь своей любимой книгой, которую прям вот очень любите. Если я её ещё не читала, я обязательно прочитаю. Собираю я вот такие книжечки. Есть замечательная функция на сайте LiveLib. Хочу прочитать. И я туда добавляю всё, что я хочу прочитать. И потом, как только у меня появляется возможность, я ищу. Ищу, смотрю, скачиваю, читаю. И потом делюсь своими впечатлениями. К сожалению, рецензии писать в последнее время у меня как-то не очень получается. Мне вот так вот поделиться своим мнением на камеру намного проще, чем поделиться своим впечатлением на бумаге. Ну, или как бы в электронном формате. Хотя раньше я очень много писала сочинений на тему разных произведений. Сейчас, я не знаю, может быть, я деградирую. Может быть, не знаю, мне тяжело. Тяжело писать рецензии. Там столько каких-то лишних слов. Как-то я всё это так, не знаю. Надо работать, наверное, над собой. Потому что я часто читаю рецензии на Лайв Ливе. Замечательно многие читатели пишут свои отзывы. И тоже хочется иногда прям поделиться своим впечатлением о книге. И я сижу и долго мучаюсь, чтобы что-то такое написать, что реально бы отразило моё отношение к прочитанному. Вот. Так что я буду очень рада, если вы оставите комментарий под этим видео и оцените его. Если будут комментарии, будут лайки для этого видео, конечно же, я продолжу снимать. Конечно же, буду делиться впечатлениями о том, что читаю, или что буду читать, или что хочу читать. И тогда мы увидимся с вами очень скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok